В правительстве нашей страны заступили за тунеядцев. Минэкономразвитие против введения обязательного платежа для неработающих граждан. По задумке, те, кто сидит дома и ничего не делает, должны платить за посещение больниц и поликлиник. Но давайте разберемся, зачем такая мера нужна. В России есть фонд обязательного медицинского страхования. Отсюда и финансируется наша бесплатная медицина. И вот если человек трудоустроен, то он все услуги врачей, ну, можно сказать, отрабатывает. Фонд обязательного медицинского страхования делает ежегодное отчисление. Его работодатель около 3,5% переводит из фонда заработной платы. Ну и вот какая история получается уже с тунеядцем. Он не трудоустроен, раз нет работодателя, то, соответственно, и никакого фонда заработной платы нет. И значит, что отчисления просто не поступают. Медицинской помощью человек все равно хочет пользоваться. И тут Минтруда предлагает таким людям самим за себя и платить. И даже сумму примерно уже подсчитали. Получается 20 тысяч рублей в год. Ну вот, вроде бы логика нигде не нарушена. Все по справедливости. Но Минэкономразвитие инициативу раскритиковало. Ведомства считают, что подсчитать число тунеядцев в стране просто нереально. По факту в России около 16 миллионов нетрудоустроенных граждан. А вот официально зарегистрировались как безработные менее полутора миллиона человек. Получается, что только их и можно облагать новым платежом. Ну и вообще надзор и учет таких лиц обойдется государству тоже недешево. Есть и пример. Страны с таким опытом. За ним как раз далеко ходить не нужно. Это соседняя Белоруссия. Вот там так и не смогли подсчитать, сколько же в стране тунеядцев. Налог платят только самые честные из них. Таких в Белоруссии оказалось немного. Это две тысячи человек. И бюджету от них прибыль небольшая, сами понимаете. В переводе на российский рубль всего 16 миллионов за год.